Симан Тов, тебе Рав Вавнер передает большой привет. Огромный привет. Ходорав, шалом, шавуатов. Мебу. Ой, включаю, Зура, включаю. Рэбби подошел. Шавуатов, Симан Тов. Шавуатов, шавуатов, Рав. Симан Тов и Мазаль Тов. Машлам Хацадик. Баруха Шем, Баруха Шем, Баруха Шем, Баруха Шем, Рав, הכл Тов, הכл Тов. Машлам Харав. Биглидис супер, Баруха Шем, шаломи מצуян, וכשאני רואה אותך עוד יותר מצуян. Тודה, тודה, אני גם שמח לראות אותך, Рав. Мазаль Тов. Мазаль Тов, Шавуатов. Шавуатов, Рав. Шавуатов, Рав. Так. Позвращаемся на наш листочек. Зура, тебе видно то, что, вот сейчас тебе видно, что я открыл? Да. Очень хорошо. Итак, на самом деле, понимаете, история Пурим, она полна огромного количества всякой, да, информации, исторических событий, как все закрутилось. И если просто спросить человека, ну как назовем праздник? Не, ну люди бы сказали, день освобождения, там, день победы, день спасения, я не знаю. Но Пур, да, действительно, во всей истории Пурима есть маленький такой момент, когда Аман, он бросает жребий. Да, он действительно бросает жребий, чтобы определить день, когда нужно уничтожить евреев. И этот жребий выпадает на Адар. И все это прекрасно, но как бы такой маленький-маленький нюанс вообще. И к тому же жребий на еврите Пур. А почему праздник называется Пурим? То есть назвать весь праздник в честь жребия, которое бросил Аман? Да, непонятно. А мы знаем, что в Торе вообще смысл, а праздники все имеют глубочайший смысл, да, у нас все праздники, они огромный-огромный смысл несут. Да, и весь этот смысл сконцентрирован на самом деле в названии праздника. Так надо понять, это не просто так. Если он называется Пурим, значит, какая-то тайна есть, именно связанная с этим жребием. Именно этот жребий раскрывает больше всего идею Пурима. И об этом давайте сегодня поговорим. На самом деле, да, о названии самого праздника. О, пожалуйста. Название праздника, как правило, раскрывает его истинную суть. Так надо понять, почему именно жребий является символом пуримского чуда, спасения. Говорят наши мудрецы, Говорят наши мудрецы, знаменитая фраза, что все праздники в будущем, когда придет Машех, имеется в виду, будут отменены. А только дни Пурима никогда не будет отменен. Как сказано Мегелат Эстер, что дни Пурима никогда не пройдут от еврейского народа, и память о них не прекратится из поколений, из их поколений. И тоже надо понять, что значит будут отменены все праздники. Что значит отмена, что значит битулим, что значит они будут отменены. И что такого особенного в празднике Пурим, что Пурим останется. В Великой Песох уйдет, Шавот уйдет, Сукот уйдет, а Пурим что останется? Ну, так написано. Надо понять, что это значит. На протяжении истории, после нашего выхода из Египта, до времен Пурима было огромное количество чудес, удивительных событий, спасений, горести, радостей, что только не было в нашей истории. Почему из всего этого только чудо Пурима заслуживает остаться в вечности, даже после прихода Мошеха? И почему, когда установили праздник Пурим, если вы обратили внимание, удивительно только праздник Пурим, у нас существует две даты для него. Отдельная дата для городов, окруженных стеной, 15-го адара, и отдельная дата для городов, не окруженных стеной, 14-го адара, как мы будем праздновать. Да, если там Зура будет в Иерусалиме, будет праздновать 15-го. А так все празднуют 14-го. Ведь у нас есть прямой текст, в книге Бамитбар сказано, одна Тора, и один закон будет у вас. Но вот интересно, именно с праздником Пурима решили, как бы мудрецы сказали, слушай, нет, давай сделаем два Пурима. Вот если ты живешь здесь, ты празднуешь его на завтра, у тебя сегодня нет никаких заповедей, а если ты живешь не в Иерусалиме, ты празднуешь его в другую дату. Да, интересно, такого мы нигде больше не находим. Ну и знаменитая вещь, что мы знаем, что как только уже наступил у нас месяц адара, и есть, говорят наши мудрецы, что с наступлением адара человек должен преувеличивать в радости. И вот что непонятно, что чудо-то, радость была когда? 14-го числа, ну или 15-го числа. То есть 13-го адара была война, мы победили, 14-го у нас Пурим, мы не празднуем то, что погибли наши враги, мы празднуем то, что мы выжили. 14-го числа у нас Пурим, 15-го числа у нас Пурим, но почему радость приходит уже с начала месяца адар? Месяц адар – это первое число, второе, третье, четвертое. Вот у нас сейчас, почему сегодня уже радость? Да, 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 избавление пока все очень плохо, да, у нас еще война ждет впереди. То есть почему весь месяц адар называется, что мы должны Марбимбе Симха преувеличивать в радости? Объясняет Веленский Гаон Бибюрбамар Хазаль, эстер мя тора минайн. О, да, нахи, да, говорит Веленский Гаон, на самом деле, да, мы спрашиваем, откуда Мардыхай, где Мардыхай в Торе, где Хаман в Торе, а Веленский Гаон говорит, где эстер в Торе, потому что на все, что происходит, будет происходить. Всегда есть намек в Торе. Откуда мы знаем, что эстер в Торе? Написано в Торе, Потому что я сокрою двойным сокрытием лик свой, говорит Всевышний, в тот день. Так в слове «эстер астир», «эстер» это эстер. И там он объясняет, он, да, Марих, он объясняет, в чем заключается ключевая разница тех чудес, которые были, случались с нами, открытия чудес, которые с нами происходят в Пурим, и чудес сокрытых, которыми полна Мегелат эстер, да, и об этом рассказывается в Торе, да, в Мегелат эстер. Да, в чем разница, и обратите внимание, что всегда Пурим и Песах, они как бы, они вместе, они соседи. Адар и Нисан, они соседи. И когда у нас есть два адара, мы всегда делаем Пурим позже, чтобы у нас был переход от сокрытых чудес к открытым чудесам. Адар, что это было, мы всегда с вами стоим, в том числе, это не. От звери Арамхал, Габрит Арамхал, Раби Мошэ, хаим, лутсато. Шекол Масэ, яшэм, ядбурэ, гаманя рим рэм. Мешамшим кэмцой лави, Эт абрия, Лесалмута. Говорит Раби Мошэ, хаим, лутсато, что все, что с нами происходит, даже вещи, которые, на наш взгляд, они плохие, плохое, не дай Бог, на самом деле являются проводниками, через которые Всевышний все равно приводит мир к совершенству. То есть это все к добру. Всевышний иногда, чтобы прийти к совершенству, нужно пройти семь кругов. Да, можно пройти через какие-то горести. Веракля, а ты, длавон, а вин, метоха, маасим, ацмам. И только в будущем, только когда мы увидим всю картину, мы сможем понять, как каждое из этих явлений само по себе была причина для добра. Да, в подтверждение великого принципа, что все, что не делает Всевышний, он делает к добру. Ведь, чтобы раскрыть истинное управление Всевышним этого мира, необходимо всмотреться от начала до конца во всю историю, во всех ее деталях. И порой, только годы спустя, ты начинаешь понимать, почему должны были произойти те или иные события. Но иногда и жизни не хватит. И только в будущем мире человек поймет, что все, что было, на самом деле преследовало цель, которая так и осталась для него неведомой. На самом деле, да, просто перед тем, как мы начнем, скажу, что мы читаем Мегелат Эстер за полчаса. Пришел в синагогу, да, да, жил, был царь, он напился, значит, казнил свою жену, потом влюбился в красавицу-еврейку, был злодей Аман, и там Мардыхая не отблагодарили, а потом закрутилось, завертелось, и вот Аман сам висит на дереве. И так все это складно, так все это красиво складывается, и все понятно. Да, но на самом деле история Мегелат Эстер, Пурима, она длилась на протяжении девяти лет. Девяти лет. И для евреев, которые жили во времена Пурима, это была отнюдь непонятная история. Они жили в жутком страхе. Эстер скрыла, что она еврейка, никто не знал, что вообще там есть еврейская царица. Аман, все знали, что он ненавистник евреев, ярый, лютый антисемит. Сначала он был там самый последний из советников, потом стал первый из советников, потом он становится министром, потом он получает перстень всевластия у царя, потом он приговаривает и подписывает договор об уничтожении евреев. Евреям вообще не до шуток, все плохо. Мардыхай вообще изгнан. Его даже не благодарят за то, что он спас царя. То есть для евреев все было совершенно неочевидно. И каждое событие убили вашки. А евреи не понимают, что происходит. То есть только когда все случится, ага, скажут они, теперь все понятно. Но в процессе, пока они живут эти годы, для них все плохо, они в ужасе. Ахашрош устраивает пир, празднует похороны еврейского народа, что ничто не сбылось пророчества, заставляет, выносит на пир сосуды храма. И на самом деле как бы все эти вещи, они в ужасе. Вы только представьте себе, да, вы видите, как какой-то злодей поднимается в власти, и ты понимаешь, что в стране жить уже страшно. Если там сегодня люди имеют возможность там, а, ну в крайнем случае уеду. Уеду жить, я не знаю, в другую страну, то во времена Пурим Ахашрошу принадлежало 127 стран. Он правил над всем цивилизованным миром. То есть в прямом смысле слова бежать было некуда. Некуда. Человечество решило, что нет евреям места на планете Земля. Это был Пурим. Причем физическое уничтожение. Аман просто уговорил Ахашроша избавиться от евреев на всей территории всех 127 стран. Это катастрофа, которая это просто, это был кошмар. Это было очень страшно. Так, держим все это в голове. И давайте потихонечку. Дима просил за всех за нас. А что Дима? Ах, где Дима? Это же... Вау, знаете, где это? Это Хеврон. Дима был в Хевроне. На могиле Сион Якова Вину. Вот, пожалуйста. Пещера Махпела. Авраама Вину. Лея. И Мену. Сара, жена Авраама. Вау. И сам Авраама Вину. Причем слева это Дима. Авраама Вину, который вот там, справа, чтобы никто не это... Вот. Вау. Молодец. Молодец, Дима. Хорошо. А мы уже с таким благословением усиленным продолжаем. Итак. Во-первых, как мы начинаем разбираться с пониманием праздника Пури, у нас сразу возникают несколько поразительных вещей. Мы сказали, да, что обычное название праздника отражает его суть. Да, вот он Песох называет там Зман Херутену, день нашей свободы, освобождение Песох. Всевышний перешагнул там, да, десятая казнь, перешагнул наши дома. Но Пур, жребий, жребий, даже те, кто знают хорошо историю Пурима, скажешь им жребий, они даже не сразу поймут вообще, а при чем здесь жребий, какой жребий. А, Аман, а, бросал жребий, окей, и что? И это так важно, что нужно праздник назвать в честь этого жребия. Да. И мы сказали, что мудрецы говорят, что праздник Пурим никогда не будет стерт. Да. Даже во времена прихода Масхиих этот праздник останется. Килатид лаво, куламуадим, атидим леют бетелим, лимаэтим и Пурим, шейнам бетелим наула. К. Пшутам. Адварим. Меравсин игра. Итахен битуламуадим латид лаво, Но как же так вообще? Как могут быть отменены праздники? Разве не написано у нас, что один из тринадцати основ веры, Рамбама, которой мы говорим, что эта Тора никогда не будет изменена? Что значит, мы отменим праздники? Мы даже не можем понять, как может быть, что даже одна буква истории станет неактуальной, даже если мы говорим по приходу Масхииха. Надо понять, что значит он отменится. Там целые псуки написаны, Песах, Шавот, Сукот, у нас все праздники, Йом-Кипур, изнуряйте душу своей на все это из пасуки в Торе. Что значит, праздники отменятся? Прямым текстом пишет пророк Юшияху, что будем мы праздновать праздники, когда придет Масхиих. Рамбам задается этим вопросом. Раби Давид бен Зимра, Радебаз. Но посмотрим, кто у нас сегодня будет. Итак, непонятно, что бы там имели мудрецы, что значит, они отменятся. Во-первых, это непонятно. Во-вторых, что особенного в Пуриме, что он не отменится? И Батлу. То есть о чем идет речь, что Пурим не отменится, а вот все отменятся? Может, потому что в Пурим приняли Тору добровольно? В Пурим Тору приняли добровольно. Тоже очень важно, да, это тоже целая история, что значит приняли Тору добровольно. Но, да, по простому смыслу, что именно в Пурим евреи заново осознали, увидели руку Всевышнего, да, в сокрытых чудесах. Сокрытую руку Всевышнего, а это гораздо большее откровение, чем даже открытые чудеса. Да, это значит, что Всевышний с нами даже каждое мгновение, не только Всевышний с нами, когда он море рассекает, да, а когда, наоборот, море ведет себя, как обычно, но это все... Поэтому мы носим маски, да? Ну, да, маски – это тоже тайна-тайна. Как сказал Савва Михайловна, он сказал, что маску носит тот, кто близко, чтобы его не узнали. Нет смысла одевать маску, если ты от меня находишься за 100 километров. Я и так твоего лицо не рассмотрю. Когда нужна маска, когда ты близко и не хочешь, чтобы я тебя узнал, поэтому, когда мы говорим, что Всевышний – маска, да, маска Всевышнего – это природа, говорит о том, что Всевышний очень близко, и он скрывается, да, Тева, Тева, гематрия слова Тева – природа, это Элуким, это гематрия имени Всевышнего. Всевышний одел маску, скрывается за природой, за постоянством природных явлений, и это вводит людей в заблуждение. Но Пурим как раз-таки раскрыл, что за постоянством повседневной жизни, обычный день, день как день, ничего особенного, как было вчера, ничего, обычно встал, поел, поехал, доехал, ничего такого не случилось, все как по плану. Знай, что именно во всех этих обычных, обычных, обычных делах Всевышний за всем стоит ашем. Потому что вся Мигелат Эстер на самом деле ни одного великого чуда, даже нет упоминания имени Всевышнего. И все, казалось бы, случайности. Ну, царь напился, что он не мог напиться. Ну, казнил по пьяни жену, ну что, такого не бывает. Ну, влюбился в красавицу Эстер, ну что, не бывает, что среди евреев красавицы. Ну, там кого-то повысил, ну, кого-то. Все обычные совпадения, да, совпадения, совпадения, случайности, случайности, случайности. Но вдруг, в один прекрасный день, а точнее, в одну прекрасную ночь, царю не спится. Не спится. И в эту самую секунду три параллельные истории. История Мардыхая, история Эстер и история Амана пересекаются в одной точке. И все переворачивается вверх на голову. И тогда вдруг становится ясно, что все случайности-то все это время были не случайны. Как будто кто-то разыграл весь этот большой длинный спектакль в идеале четко по нотам, чтобы он звучал именно так. И в одну секунду мог перевернуться сверху на голову. И вот уже Аман висит на дереве, которое посадил с такой любовью для Мардыхая. Ну, окей. Пайтан. Пайтан – это поэт. Атнид Буныбид вражеский Пайтан. Пайтан говорил так. Чуатам гаита ланецах. Ветикватам бехольдор вадор. Спасение их вечно. И надежда их из поколения в поколение. Ой. Ой. Ну, что ты будешь делать? Прошу прощения. Я хотел нажать на кор, а в итоге он вообще меня выкинул. А давайте мы сделаем вот так. Скачаем этот документ. Нет. Освенняюсь. Не понял. Шивапур. Вот. Да. О. Итак. И из этих слов можно увидеть из этого пасука следующее. что наша надежда на избавление в будущем, приход Машеха, каким-то невидимым образом непосредственно связана с тем, что чудо Пурима является вечным. Давайте это объясним. То есть именно чудо Пурима дает нам надежду на обязательное спасение. То, что обязательно будет Ишуа, что придет Машех. Ведь на самом деле, если задуматься, вообще, почему у нас есть Пурим? Да. Почему мудрецы установили праздновать такой важный праздник Пурим? Ведь на протяжении нашей истории у евреев было огромные чудеса, которые с нами случались. И не устанавливали в качестве каждого чуда какое-то отдельное праздник. Например. Например. Во времена осады царя Адада, царя Арама, города Шомрон. Шомрон – это была столица Северного царства, когда уже Израиль раскололся на два царства – Иудею и Галилею. Да, 10 колец жили в Галилее наверху, а Иуда и Калина Бениамин жили в Иудее. Так вот, когда в большой опасности были 10 колен Верхнего Северного царства, был страшнейший голод. Казалось бы, все было потеряно, шансов уже никаких на спасение на первый взгляд не было. Случилось чудо. Удивительное чудо. За одну ночь от неминуемой гибели был спасен еврейский народ. Николая. Дугманус. Килья започен. Килья започен. Да, да. Дугманусев – это еще один пример. Нес. А цала бизман хискияу аменах Иуда. Когда царь хискиягу был царем, тоже знаменитая история. Когда Санхирив, Менахашур, ассирийский царь, сделал страшную осаду Иерусалима, и все евреи были в большой опасности. У него было войско могучее. И тоже великое чудо, просто невероятное чудо случилось. Даже историки не понимают, что произошло. Говорят, какая-то разродилась эпидемия. Не могут это объяснить, что за одну ночь почему-то снял хиския осаду. Они все погибли, проснулись мертвыми. Точнее, не проснулись. Великие чудеса происходили. Фантастики просто невероятные. Да, сотни тысяч человек погибают за одну ночь при подходе к Иерусалиму. Шалах Ашем Аллах, как написано у нас, что Всевышний отправит ангела, который поразит. 185 тысяч человек. А вообще в Талмуде написано, что это причем были генералы. То есть были еще и солдаты. Командиры. А если так, то мы можем себе представить. Армия у Гитлера была 3,5 миллиона человек. Он захватил мир. Представьте себе. Это моя речь о миллионах. То есть была могучая армия. И вот так вот она за одну ночь Всевышний их истребил. Какие были чудеса в еврейском народе? И что? Какой праздник у нас в честь победы Хискиагу? Что? Нет ничего? У Гэше. Ишкиму бабокерраушеку нам гариметим. И когда евреи проснулись, они увидели, что все уже мертвы. В Эмкене шла это шейла. Так задается вопрос. Им альни сивене флоток долим. Если на такие великие чудеса лопахотменес Пурим, которые ну никак уж не меньше, чем чудо Пурима, локаву хазалья мимтовим, не установили мудрецы какие-то ёмтовы в память о великом освобождении, мадуа давка инея Пуримник, вы улюдротки амимтовим, лец юннеса цаната иудим. Почему именно дни Пурима на все поколения были утверждены мудрецами, да еще и написано, что даже на поколение прихода Машияха. Так что надо понять, в чём такая великая особенность именно праздника Пурим. Педня на сав, шеешле идбовым бааи йо маде Пуи, амаде Ран. Рад приводит в это ма. Ма рауан шекнеса? Рад, да, рабин унишим. Задается вопрос. Ма рауан шекнеса? Я не понимаю, нигде в Турим мы не находим, что праздник имеет разные для разных, несмотря где ты живёшь, разные даты. А Пурим имеются разные даты. Есть те, кто празднует 14-го Адара, есть те, кто празднует 15-го Адара, те, кто живут в городах, обнесённых стеной, например, в Иерусалиме. Давайте перейдём сразу. Эти вопросы мы уже с вами во вступлении читали. Давайте перейдём сразу к ответу. Лебиура дворим в ишу в коле мегуд ханаскар ле эль, есть ли они бы прошёл, шел агро. Чтобы ответить на все вопросы, нужно понять одну глубинную вещь, которую раскрывается перед нами во вельяху Агаон Мивильны, агро. А ма рих бе эсбер есть сот махут шел яме Апурим, который очень глубоко объясняет, раскрывает суть праздника Апурим. Апурим, который приходит раскрыть, что Апурим раскрывает перед нами управление миром Всевышним, которое сокрыто и спрятано внутри обычного природных явлений, естественных развитий событий. И на самом деле Мегилат Эстер – это маленький, просто это суперкороткое описание вообще всего мира, от его сотворения до прихода Машиаха, что точно так же всё, что происходит, то, что вам кажется страшно, ужасно, на самом деле, всё приводит в итоге к абсолютному исправлению. И да, и злодей Аман будет наказан. Ветохендваравы, что он говорит, шейкар, ехудо, шелнеса Пуриму, беглал, шенаасеанес безмана сетерпаним. Что самое большое величие и отличие чудо Пурима заключается в том, что чудо это было во времена сокрытия Лика Всевышнего. Это не Песах, это не тьма трёхдневная, солнце пропало куда-то, и огонь не может раскрыть тьму. Это не казнь первенцев, это не криятням сух. Это, да, случайности. И всё это происходит во время сокрытия Лика Всевышнего. И происходит в изгнании. Чудо Пурима даже не в Израиле. Чудо Пурима в Сузах, да, Шушан, это, да, евреи находятся под властью Ахашвироша. Персы. Персики захватили мир. И само чудо происходило под ликом сокрытых естественных событий, не противоречащих законам природы. Везеу и карахи душ бенеса Пурима. Это основное, да, корневое отличие чуда Пурима. Шигам без маншел эстер паним лу азавотану акадаш барагу. Ведь нам так важно знать. Нет храма. Мы находимся в изгнании. Пурим говорит, что даже когда ты не видишь, что, казалось бы, ничего не происходит, где ты, где ты, Ашем акадаш барагу, Пурим говорит нам, что даже бе эстер паним лу азавотану акадаш барагу. Всевышний нас не покинул. Ва айдайн ашгахто алейну ласотлану лисим лошиену. Его ашгаха с нами. Всевышний управляет и он делает с нами чудеса, чтобы спасти нас, избавить нас. Умытоха эстер адсмо. И из самого сокрытия букаатве улейшу ато произрастает его спасение. И на самом деле есть намек в этом словах гимары. Откуда мы знаем, что где-то эстер в Торе? Шенемар ведь написано и вот сокрою сокрытием двойным, говорит Всевышний. Это страшный такой эпизод. Когда Всевышний говорит, что будет такое время, когда Всевышний, вы отворяете от меня, я тоже сокрою свой лик, сокрою сокрытием двойным. Да, страшное такое место, но тут написано, тут говорят мудрецы, сокрыта эстер. Вот здесь эстер, здесь у нас чудо Порима. Они не разрешали законов природы, не шли в разрез, естественным ходом событий. И, возможно, теперь мы больше понимаем то, что имели наши мудрецы в виду. Когда сказали, что все праздники канут в лету, а Порим он вечен. Мы не имеем в виду, что мы перестанем праздновать праздники. Нет. Имеется в виду, как мы говорим, битуль башишим. Что значит битуль башишим? Ты бросил одну семечку трумы. Мы сказали, а, ну трума плохой пример, там не шишим. Там не хадбене. Но, например, в законах кашрута ты взял, бросил там кусочек некошерного в смесь, где в 60 раз больше этого же, но кошерного. Мы говорим, битуль башишим, что этот один отменился, отменился. На самом деле, он никуда не отменился, он там. Что значит отменился? Отменился, как битуль башишим. Имеется в виду вот что. Келятид лаво. Дело в том, что в будущем, во времена прихода Машиаха, будут такие великие чудеса. Коля несимшеумиазумуламгит батлуканегидази. Просто все остальные чудеса, которые мы поражаем, рассечения Красного моря, там лягушки, саранча, все это просто по сравнению с теми великими чудесами, которые будут при приходе Машиаха. Они как бы, они померкнут. Они как будто бы разбавились. Ну, хорошо, ладно, уже такие вещи были чудеса, что сейчас, да, чудеса, про которые мы говорили, будут, они в сравнении померкнут. Они отменятся? Нет. Ну, они просто как бы, меватлим, они как будто разбавятся великими чудесами Геулы, Атида, которые будут при приходе Машиаха. Мелвар нешельпурим, но только чудо Пурима будет так же ярко сверкать. Почему? Потому что, да, в момент, когда Всевышний раскрывается, он еще не такое покажет, да, но чудо Пурима, оно было во времена сокрытия Всевышнего. Ладно, как бы, ты видишь, что тебе будет в Емоте Машиах. Машиинкаем Пурим, что исчезает. Беметхонато, גם латид лаво. כי גם аз, нишнан, низгор, וнишнанен, от העомек, הנהגат, הבора, אשер, הסתתרה, בתוך הטבע, להביא את העולם, לתחליטо. Потому что только чудо Пурима раскрывает для нас, что именно в самой природе, в естественном положении вещей, когда все идет своим ходом, на самом деле всегда скрыт четкий план Всевышнего. Как мы говорим каждое утро, хамехин, митспадей, гавер. Всевышний готовит шаги человека. Ты думаешь, я решил, я пошел, а сам Всевышний подкладывает руки, как будто бы, да, тебе под ноги. Он тебя ведет, он твои шаги. Все просчитывает, весь твой путь, да, жизнь и жизнь в целом. Дворим наэмру бе сигнонот шоним альядэй мурраби симха зисэль бройде. Это рош ищиват хеврон в своей книге Шомдерэх. О, Лавнер помогает. Видите, хорошо. Шомдерэх. У меня никуда нет. Шаитимэта хидуш бехинат гилуй ашгаха бетохатэва. Он там затрагивает, как бы, в чем являет, в чем хидуш бехинат гилуй ашгаха бетохатэва. Как можно раскрыть управление Всевышним внутри, в самой природе? Ка шер кога ищтал шилу лут не спурим ит наалабе офиланерет и в илэ гамрэй. Ведь, как разворачиваются события Мегилат эстер, все кажется настолько естественно, да, ничего не противоречит как бы, да, природе. И вроде бы участник, все участники истории Пурима это люди и у каждого отдельного человека есть своя свобода выбора. Казалось бы, каждый мог сделать как хочет, но в итоге каждый выбирает так, как должно получиться, как хочет Всевышний. Митсадехан Мордеха и эстер и веку на Лисраэль. С одной стороны Мордеха, эстер и весь народ Израиля. С другой стороны Ахашвиро, шаман, Сихлудра, да, злодей и больше того И мы поражаемся, но что мы видим? Даже если задуматься, да, кто сделал больше для спасения евреев? Мордеха или Аман? Да? Если мы видим, что все старания злодеев, именно их старания, то, что они делают, их действия против евреев, именно посредством этих самых действий Всевышний приведет спасение. Это удивительно. И вверху Гамбе Диврей Рабихайм Фридлендер. Рабихайм Фридлендер тоже пишет в Машгиях, Ешиви Понович, если вы помните, в своей книге «Сифтей Хайм». А также Раби Давид Коэн, тоже глава Ешиви Хеврон, в своей книге «Емеа Пурим», «Шабиер Лефизе Этлашона Пайтан». И так он объясняет слова Пайтана. Это Пиоти, Пиоти, которые читают после Мегилла Тестер, и там Пайтана. Пишет, что их спасение, оно вечное. И человек может отчаяться, но когда мы читаем Мегилла Тестер, когда мы проходим Пурим, мы понимаем, что это только маска. Это не так, на самом деле, Всевышний как правил, так и правит миром. И все, что происходит, это да, лишь просто дирижер главный говорит, о, Рававнер открыл нам Пурим Крията Мегилла, действительно. Вот, Брахот перед Пурим, читает Мегилу. Равнер открыл нам Пиоти, после Мегилла Тестер, и есть такой Пиоти, называется Ашер Гейни. Ашер Гейни, Ацад Гоим, Лиафе, МакШеват Агумим, Лекум Аллейн. Да, такой есть Пиут, и в этом Пиуте есть эти слова. Что значит, что вечное спасение, оно вечно, оно связано с Пуримом? Теперь мы понимаем, да, что именно нашу надежду, да, мы черпаем именно из Пурима. И действительно, да, на этом завершим. И, если вы вспомните, именно Аман, его называет Мегилла, Мегилла называет Аманом Меймухан, потому что он был самый слабый и самый несущественный из советников. Он вообще пришел заменить советника, он даже не был советником Ахашвироши. И буквально эта выскочка за один день станет великим советником Ахашвироши. И что он скажет? Он скажет, о, как это так, Ваше Величество, ваша жена отказалась выходить. Не против вас одного она восстала. Это восстание, это вообще чуть ли не все женщины. Теперь перестанут уважать своих мужей. И знаете что? Аман дает и говорит так. Ваше Величество, вы вправе решать, как поступить. И тут говорят наши мудрецы, что Аман на самом деле меняет Конституцию на абсолютную монархию. Дело в том, что до этого эпизода Ахашвирош не мог принимать решения без того, чтобы все его решения были утверждены Конгрессом. Был Конгресс, был парламент, были мудрецы, были 127 стран. Это же как можно дать одному человеку, меланхолику, параноику Ахашвирошу принимать решения. Но это то, что делает Аман. Чтобы обезопасить. Он понимает, что потом на него все полетит. Он говорит, Ваше Величество, вы принимаете решения. Как вы скажете, так и будете. И тут Ахашвирош получает абсолютную власть. И на самом деле по этой причине Бектан и Тереш хотят его убить. То есть многим в государстве не понравился такой подход, что Ахашвирош получил такую власть, как это так. И даже планируется саботаж, хотят убить царя, но Мардыхай его раскрывает. Но на самом деле именно это Амана и погубило. Именно тот факт, получается, да, его рост, то есть вышли сначала готовить лекарства. Именно это позволило Ахашвирошу жениться на Эстер, на еврейке. Да еще и сироте, который даже не сказал, что она еврейка, вообще безродная какая-то девочка. Да никогда ему не дали ему этого сделать. Более того, когда Ахашвирош в очередной раз психанет, что называется, и прикажет Амана повесить. Никогда бы Амана не повесили. Министров вот так вот самых верховных, главных не вешают только потому, за что? За что вешает Амана? Что он сделал? Ахашвирош опять психанул, но что-что? А Мардыхай ему не кланялся, он его приговорил к смерти. Да, что, ну, имеет полное право. А, решил уничтожить евреев, ну, хорошо, царь согласился. То есть за что? У Ахашвироша, но когда Аман дает эту силу, то есть все то, что Аман делает, на самом деле, он назначает награду для Мардыхая из его уст. То есть Всевышний показывает, что не то, что вы что думаете? Вы можете пойти против моей воли. Не просто у вас не получится. Я вас использую. Вы будете воплощением моей воли. Не просто вы не сможете противиться. Наоборот, все, что вы делаете против и станет ступеньками, да, вы как раз таки и приведете к задуманному мною плану. Как написано, да, про Йосефа тоже. Братья не верили его снам. Да никогда, да что бы, да. И говорят, да никогда. Вот посмотри, вот мы тебя убьем или продадим тебя в рабство, и посмотрим, как твои сны сбудутся. А Ахашвир сказал, да, хорошо, давайте посмотрим. Так именно то, что они продали его в рабство, продали его в Египет, именно это и привело к тому, что самое невероятное, да, все его сны действительно сбылись. Окей. Брат, а какой в итоге ответ, я извиняюсь на секунду, а почему в итоге тогда Амана повесили? Потому что Ахашвирош получил абсолютную власть. И что, за что он его повесил? Хорошо, он получил власть, и что? Все. То есть раньше бы ему никогда не дали, никто бы не дал, Конгресс бы не позволил ему жениться на еврейке. Конгресс не позволил бы ему просто взять, казнить Амана. За что? Но когда Аман дал Ахашвирошу бразды правления полностью, Ахашвирош советуется уже не с советниками, а написано, кто ему посоветовал сделать конкурс красоты? Ребята молодые, которые ему одевали обувь. Он ему больше советоваться не с кем, у него совета нет. И его пажи, которые ему пиджаки гладят, говорят ему, Ваше Вячеслав, что вы грустите? Вы царь. Соберите всех красивых женщин, устройте тут свистопляски, не знаю, полугодовалые пиры, что, вы же царь. И он их слушает и делает, что хочет. Теперь его слово, как он. Получается, Аман сам себе и вырыл яму. Аман в ужасе. Конгресс бы его защитил, никогда бы этого не позволил. Но он падает на Эстер, молит ее. Он понимает, что теперь Ахашвирош. А Ахашвирош изменчивый. Он не управляет, он меланхолик. Он сегодня так, завтра так. Эстер говорит, не убивай меня. Ахашвирош говорит, я и не хочу. А в чем дело? Он говорит, как? Я еврейка. Все евреи приговорены к смерти. А Ахашвирош сразу, кто? Ми узе вей зе у. В смысле, кто? Ты что, сам не подписал указ? Ну, Ахашвирош он такой, кто? Я не при делах. Кто это? Как же так? И Аман понимает, что ему крышка. Он понимает, что своими же руками он вырыл себе могилу. И теперь заходит царь и видит, как он тянет за платье Эстер. И у него гнев, ревность. И он просто-напросто Амана вешает. Мы видим, как все, что и дерево он подготовил, все, что злодей, на самом деле это такая гипербола, это такой машаль. Мегелат Эстер – это не просто описание того, что было в Пурим. Это и вообще описание всего, что происходит в мире. Что Всевышний дает злу силы. И нам кажется, как это так? Это несправедливо. Как это? Девять лет. Аман все сильнее и сильнее и сильнее. И ему только везет. И он только богатеет. И он лютый антисемит. И всех заставляет кланяться. И пиры устраивают. И все очень плохо. И, казалось бы, вообще, что будет? Но чем выше он поднимается, тем громче он шмякнется об землю. Дорогой Зурчик, над тобой святое небо. Я сейчас смотрю и думаю. Я очень рад тебя видеть и слышать. На этом работаем. Мы делаем перерыв. Без рата шем продолжим на следующей неделе. Мы на середине. Мы не закончили. Но, как бы, да. Немножко, немножко. Вот продолжим в следующий раз. Без рата шем. Спасибо, шавуа тов. Шавуа тов, меборах. Мебор. Шалам, брат.